Добрый день! Пожалуйста, представьтесь. Вячеслав, спекулянт фондового рынка. Давно на рынке? Ну, в общем-то, да, давно. С 1994 года. Значит, вы осколок кризиса 1998 года. Да. Так, ну, это звучит почетно. Так, какую пользу приносят биржевые спекулянты? Если вы тогда начинали на рынке, то тогда была популярная книга Миркина. И там в книжке написано, что спекулянты – это тварь полезная, они берут деньги от нерадивых и дают родивым. Вообще есть какая-то польза? Честно говоря, не читал Миркина, да, и вообще не читал книжек. Может быть, поэтому пять лет и… А нет, даже, может, не поэтому. Когда я так с 1995-го где-то начал акции, да, занимался. Вот пять лет, в принципе, счет шел ни туда, ни сюда. То есть он то больше, то меньше, то больше, то меньше. И хорошо, что у меня в это время было просто, ну, заработок, свой бизнес, поэтому он фактически и кормил. А хорошо или плохо, на самом деле я давно уже, вот сколько лет я на этом рынке, да, давно уже задаюсь этим вопросом, потому что вопросы, на самом деле, серьезные. Для меня, по крайней мере, это серьезные вопросы, и это один из важных вопросов. Потому что я считаю, что такой, как у нас есть фондовый рынок, он не нужен. Он даже, он даже вредит нашему обществу. А общество я, естественно, подразумеваю под, под обществом подразумеваю это народ, наше население. Вот, а власть, ну, для власти он нужен. И для определенных кругов. Так, может быть, поэтому он и стагнирует сейчас, потому что с самого начала был заложен неправильный фундамент в 90-х годах? Не, ну, фундамент, ну, почему, меняется же, как бы, да, и можно фундамент изменить. То есть была ариентация такая спекулятивная с самого начала. То есть люди пытаются что-то в 3 дня поймать, вместо того, чтобы пенсионные свои сближения упаковать, к примеру? Ну, в общем-то, может и да. Ну, а дело в том, что, опять же, я когда-то только начинал этим заниматься, да, у меня как бы идеи были инвестиционные. Ну, все вот эти кризисы, 90-х год, как раз, 98-х год, ну, и там еще мелкие были какие-то моменты, там, всякие, политические обстановки. Они как раз меня отодвинули от этих инвестиций. То есть я уже давно не инвестор фондового рынка, вот, а, как бы, скальпер, и это тактически. А стратегически работаю на опционах. И просто стараюсь не покупать никаких акций, потому что не верю. И вообще считаю, что спекулянты, они, как бы, у них вот есть в бирже, да, они варят свои каши, они друг друга там обманывают, ну, не обманывают, вернее, выигрывают там, проигрывают, да. Но в итоге все равно основная часть денег переходит более опытным спекулянтам, даже не умным, а потому что здесь важен у нас, на самом деле, может быть, больше опыт, чем ум. Потому что, вот сколько я знаю людей, да, и очень умные там, люди с тремя высшими образованиями, вот. И, ну, на фондовом рынке проигрывали, потому что это действительно не, как сказать, то есть это спекулятивный рынок. Ну, может, у них просто кожа более такая толстая, они меньше переживают, у них меньше проскальзывания, пока этот рефлексирует, он берет, просто кнопку нажимает, и все. Ну, я не знаю, я с ним не беседовал, как бы, да, поэтому, ну, в любом случае, то, что спекулянты друг у друга выигрывают, и переходят, деньги переходят определенному количеству людей, причем определенному, небольшому количеству, потому что основная масса проигрывает, и это масса, вот даже, вот, если подойти, вот, сказать, спросить, кто проиграл, да, ну, никто, у человека такая черта, что он не скажет, что он проиграл, ему всегда хорошо говорить об каких-то положительных эмоциях, и я даже опрос у себя делал среди ребят своих трейдеров, там, ну, человек 30 было, да, причем по годам, да, расписывал, я знал, как они работают, они в онлайне мне говорили, я там проиграл, я там выиграл, и практически все написали, что они успешные трейдеры, но, вот, не хочется говорить трейдеру о своих каких-то убытках, или стесняется, или это что-то такая натура, вот, и не договорил я, и, короче, большая часть переходит определенному кругу людей, успешных трейдеров, там, да, и они вкладывают уже в свои какие-то дела, причем не всегда в Россию, а очень часто даже в зарубежную, там, недвижимость, куда-то в зарубежные банки, а это в любом случае плохо для, ну, для России, вот, и, ну, это бог с ним, спекулянты, да, я там с таким-то, я, как волк, с другим волком, там, борюсь, и по делам не будет, если я проиграю у него, да, но самое обидное, когда начинают привлекать людей простых, которые получают свою зарплату, честно получают свою зарплату, да, и посредством, там, IPO, еще каких-то там привлекают деньги населения, и, естественно, они проигрывают, просто это естественно, потому что они не работают на этом рынке, и, как бы, я считаю, во-первых, оно не полезно, вот это вот, да, нынешние фондовые биржи, а иногда даже и вредные, я против него. Но ведь это и есть трейдинг с нулевой суммой, мы же объясняем людям, что деньги, чтобы выиграть, надо у кого-то отнять. Нет, объясняют, объясняют, инвестиционная компания объясняет две минуты о рисках, а час говорят о прибыли, и везде, как бы, говорится именно о прибыли, а человеку, человек всегда, как бы, он же, вот, в большинстве случаев он доверяет профессионалам, значит, он не понимает, откуда деньги берутся, на самом деле, вот спросите на фондовые биржи, откуда деньги берутся, он не скажет, что он из вашего кармана будет зарабатывать, он скажет, что там есть профессионалы, которые умеют зарабатывать деньги, а на чем? Они ничего, мы ничего не производим, вот, на чем? Друг у друга просто берем деньги, кто-то успешный, кто-то неуспешный. А вот может ли обычный человек с улицы научиться так же успешно работать, как вы, то есть пять лет буксовать, а потом начать успешно работать? Ну, конечно, можно. Или это да, или это нечто между пальцев, и никакие суперпрограммы не помогут, суперкурсы? Да нет, ну сколько новых появляется спекулянтов, трейдеров, там, инвесторов, которые, на самом деле, я же смотрю, что происходит вот за эти годы, да, произошло. То есть люди были успешными, а потом все, они пропадают в никуда. Почему? Потому что рынок меняется, он, четыре года он умел зарабатывать, там, на спекуляциях, рынок изменился, он уже не может этого делать. Вот по моим подсчетам, да, вот где-то, ну вот, конкретно рынок менялся где-то четыре-пять раз. Пусть за девяносто шестые годы, вот так вот. Вот, и чем, ну, чем дальше, тем рынок быстрее, скорость изменений его быстрее. То есть появляются роботы, рынок может измениться за полгода фактически. Человек, который не привык работать, вернее, привык работать по старинке, по-новому он уже не может. И тогда он был успешным трейдером, сейчас его нельзя назвать успешным трейдером. Вот, и очень тяжело продержаться очень долго, на самом деле. Вот, а с улицей может, конечно, зарабатывать, но для этого нужны все-таки какие-то качества, такие все-таки спортивные, скажем так. Вот, и не нужно здесь эмоций, эмоциональности меньше. А в чем основные проблемы начинающих трейдеров? Проблемы начинающих трейдеров? Не знаю, это у них надо спросить. Ну, вы-то тоже были начинающими, как-то учились сдерживать эмоции со стопой? Да, 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 чтобы стопы выполнять там, меньше проскальзывания было там. Ну, это в те годы были. А сейчас, вы же спрашиваете, а в сегодняшних годах, да, вот это у них надо спросить, что у них какие проблемы. Вот, тем более я давно уже не встаю в дальние позиции, не покупаю акции, не продаю акции. Поэтому у меня таких стопов, ну, редко как-то бывает, а только по опционам могут возникнуть какие-то вот вещи. А когда вы пришли к опционной торговле? Ну, когда? Ну, начал интересоваться еще российская биржа была, вот. Там они начали, ну, торговали фичерсами, опционами. Ну, там было не очень ликвидные вещи, поэтому. И когда она обанкротилась биржа, там был перерыв. И потом, когда уже на РТС начали возникать опционные какие-то торги, вот тогда уже и начал интересоваться и торговать. Ну, когда, я не знаю, 2000, как он там, четвертый, ну, 2003, что-то. Ну, вот вы как бы спугаете людей, еще часто смотрят, да, вы говорите, что рынок постоянно меняется, рынок, и удержаться это как, вот знаете, аттракционный есть такой бык механический, очень сложно. А с другой стороны, вы-то сами каким-то образом удерживаетесь? На фондовом рынке? Да, хотя он меняется. Вот, удержался на самом деле, да, ну, почему? Потому что, не то, что удержался, ну, я и заработаю на нем, да, ну, потому что я приноравливаюсь к этому рынку. Но может наступить момент, когда все, я вот сейчас, скажем, бросил вот свой, реально скальпировал, да, начал с РТС-стандартом экспериментировать, да, вот, уже вот два месяца экспериментирую, а он мне, как бы, ну, хочется что-то посмотреть, что он себе представляет, добиться что-то, но что-то вот не получается на самом деле. Вот, по работе с акциями, именно по скальпированию на РТС-стандартом. Ну, профессионалы, наоборот, радуются, когда не получаются, значит, эти варианты вычеркиваются, вычеркиваются. Нет, ну, может быть, даже, да, я давно уже думал, что вообще отойти от всяких вот этих вот скальперских вещей, да, и просто опционами уже стратегически заниматься, все, тем более, когда больше десяти лет за компьютером уже и глаза садятся, и скальпирование, оно все-таки приносит свои плоды. А у вас были друзья, которые, как вот, жили по принципу, кто-то еще-то не слил, тот не трейдер, а потом, как-то вот, находясь на грани жизни и смерти, как вот, пишет Элдор, там, одной ногой в могиле начинает выкарабкиваться каким-то образом. Так, практически все все-таки при падении рынка теряли очень многое. и, как бы, ну, они там не говорили, там, какие-то там, может быть, вещи, потому что, ну, человек не любит, а прибыль. Ну, видно было, что люди очень много сливали, на самом деле. Но потом опять, кто-то опять поднимался, кто-то уже не поднимался, и все, уходило уже просто. Все, у всех по-разному, наверное, как в жизни. Читаете ли вы аналитиков? Нет, не читаю. А когда бы вы пришли к тому, что чужая аналитика, она совершенно бесполезна? Практически сразу, практически сразу пришел к этому. Опять же, для меня он не полезен, может, для кого-то он полезен, может, он фильтрует этих аналитиков. Но я просто, я не имею экономического образования, да, и, я думаю, многие не разбираются там в макроэкономике, серьезно не разбираются в макроэкономике, да, и доверять просто словам аналитиков я просто не могу, потому что я не могу фильтровать эти слова. Вот, поэтому давно ничего не читаю экономическое. Я считаю, если ты заработаешь деньги, да, и каким путем? Нет, ну, правильным путем, если ты умеешь это делать, то делай это. То есть, от добра добра не ищут, чтобы машина не сломалась? Да. Так, а у вас есть вообще знакомые, некоторые, вот, говорят, что успешные трейдеры, мы уже поговорили об этом, 40 человек, которые реально успешные? Как вы отделяете зерна от плеверсов? Вот этот успешный, там, переигрывает, допустим, индекс, а этот неуспешный? А, ну, на самом деле, вот опять же повторюсь, что сегодня он успешный, завтра он неуспешный. И вообще-то успешный трейдер – это стабильный трейдер, у которого есть стабильный пополняемый капитал, да. Если он сейчас, там, полгода, там, проработал у него, это, там, большой плюс, вот, а потом два месяца большой минус, и я знал просто людей, которые, в счета, с огромным капиталом, и то туда, то в одну сторону, то в другую сторону. Огромный – это сколько? А? Огромный – это сколько? Ну, я все-таки не хочу говорить о суммах, тем более о других людях, да, поэтому, ну, каждый знает, трейдер знает, какие-то огромные деньги. А вообще правильно люди, которые реинвестируют в прибыль, или правильно с книжки снимать, ну, там, с карточки постоянно, на эту прибыль жить, почувствовать? Нет, вообще, я считаю, надо жить. А просто, я знаю многих, ну, не многих, ну, нет, трейдер просто живут трейдерсом, да, вечером сидят что-то между собой, переписываются на форумах на каких-то, там, аналитикой какой-то, там, занимаются. Мне, честно, может быть, им хорошо, но мне их жалко, потому что, на самом деле, я, вот, скажем так, живу по плутаху, скажем так. То есть, все свое. Вот. И если я заработал, то я заработал для чего-то это. Не сидеть, как этот, с капиталом своими, трястись, да, а попутешествовать, там, хобби позаниматься своими, много интересных вещей в жизни, которые мне интересны. Потому что, ну, я знал, допустим, человека, который, он, действительно, он хороший трейдер, можно сказать, да, но он долго, годы занимался, зарабатывал деньги, заработал очень много, и за, буквально за два месяца все это проиграл. И задаюсь вопросом, а зачем он все эти годы, причем это, действительно, это или 10 лет, или, ну, так, приблизительно 8 лет, то есть, он сидел, кропотливо собирал, собирал, и зачем? Мне непонятно. То есть, если ты зарабатываешь, то надо их тратить. Ну, разумно тратить, естественно. А вот роль социальных сетей, то есть, вы совсем с коллегами не хотите общаться? Нет, нет. Потому что мне они не нужны, как бы, разговоры о фондовом рынке мне неинтересны. А у меня есть свои друзья, у которых есть свое хобби, наши общие какие-то хобби, да, и мне с ними интересно. А это, во-первых. Во-вторых, в социальных сетях, в этих, да, я привык с глазу на глаз, на глаз, как бы, общаться. В социальных сетях, вот сколько там, на форумах, с кем ты разговариваешь, там, кто-то матом, кто-то, там, тебя начнет там хай, а ты встретишься со мной и поговоришь, ты там такой умный и деловой. Ну, так что, мне это неинтересно. Поскольку вы, как трейдер, формировались в 1994 году, тогда были популярны волны элита в середине 90-х. Как вы относитесь к анализу техническому и, в том числе, к этим волнам? У меня есть хороший мой знакомый, очень, ну, я его уважаю, потому что он очень грамотный человек, и он хорошо знает историю, да, он был руководителем в определенное время, и он всегда говорил, мы с ним общаемся, он говорил, откуда же взялись эти люди, которые в 94-м году и 95-м, 96-м начали учить, как работать на фондовом бирже. Раньше коммунистическое время было, да, они все были в партии, они здесь учили, как, я не знаю, это коммунистическая экономика, или как она называлась раньше? Политоэкономия. Политоэкономия, да. Вот, они тут, они это учили, политэкономии, и здесь они начали учить техническому анализу. Ну, действительно, это смешно, на самом деле. То есть теоретики, есть теоретики, но у них своя вещь. И то, что, действительно, раньше теханализ был популярен, он и сейчас популярен, да, не отношусь никак к техническому анализу, никогда его, ну, был год, когда я что-то экспериментировал, из теханализов меня свои какие-то вещи там смотрел, и отошел от этого, потому что, ну, это все задним числом теханализов, это все задним числом. Он только может быть немножко, может поможет, но кто-то на нем, наверное, работает и заработает, ну, плюс этому человеку. Я на теханализе не работаю. А вам не кажется, что у нас каждые два года меняется мода? То есть то анализ новостной, то даже технический, то фракталы, то нейронные сети, то есть какие-то манки постоянно идут, все новые и новые. То облака какие-то японские. Ишимоку. Ишимоку. То есть каждый год что-то новое придумывается? Ну, наверное, потому что человек же такая натуря. Раз не помогает что-то, да, какой-то анализ технический, да, они начинают что-то другое выдумывать. И это не помогло, они начинают, он ищет, человек ищет. Ну, и слава Богу. У вас был какой-то учитель, который вас посвятил в тайны? Или вы сами спотыкались, понимались? На своих ошибках. На своих ошибках. А вы сейчас были учителем у кого-то? Кого-то учили? Слово «учитель», оно очень, на самом деле, высокое. И я бы не сказал, что я учитель кому-то. Я просто пытался научить своему делу двух человек. Вот. И один человек, просто сразу я понял, что ничего не выйдет, потому что человек эмоциональный. А он при первых же убытках, он начинает нервничать, он может, я не знаю, кинуть там ручку. Вот, куда вы говорите? Вот. А вторую девушку, да, у нее за... Начало получаться на самом деле. Вот, но так как в ней основная работа была, и поэтому не очень это удобно, и она оставила это все. А так мне и начало получаться, она усердно, каждые два часа там, день там посвящала торгам. Вот, я ей рассказывал, как, что надо в этой ситуации, думаю, делал, как в этой. Вот. Ну, может быть, хорошо, что у меня не получилось, потому что она приносит людям пользу в своей профессии, и это хорошо. А вообще есть человек, который вот сел на этот наркотик, и потом добровольно отказался от трейдинга? Трейдинг? Да, добровольно, я думаю, никто не отказывается, потому что даже те, кто, ну, уже совсем проговорили, да, я так иногда созваниваюсь, и мне там человек звонит, говорит, Славик, я говорю, ну, ты как трейдер, он вообще, то есть, все, он там другим занимается, да. Ну, говорю, Славик, вот каждое утро включаю там интернет и смотрю, сколько же стоит Сбербанк. Все-таки это действительно наркотик, и люди очень серьезно под него посаживаются. Если вспомнить тот момент, когда вы занимались спотом и акциями, у вас были любимые активы какие-то, на которых перло, и такие, которые, ну, неплохо шла игра биржевая? Рауэс, это вот такая фишка была, она постоянная, на которой, ну, ликвидная. Которая можно было играть. Ну, и, ну, новая лукойл, в то время... Норецкий никель еще интересная такая бумага была. В то время еще лукойл очень сильно носился. Лукойл, ну, вот, честно говоря, я вот раньше ввел какую-то статистику, сейчас я ее просто все выкинул, а, ну, знаю, сейчас не помню по бумагам, не буду, уже не вспомню, какие были ликвидные, какие нет. Вот вы успешный трейдер? Я себя считаю, да, успешный. Да, значит, как бы известно, что деньги, они идут к деньгам. Наверняка у вас были ситуации, когда какие-то люди на вас выходили и говорили, Слава, давайте, вот, бабки управления вам дам. Вот я просто знаю, как всем успешным трейдерам такие, ну, подходят люди какие-то или организации какие-то, вот, вы это принципиально берете к управлению или вы считаете, что правильно работать только на свои? Ну, во-первых, приходят люди к тем трейдерам, которые себя очень хорошо рекламируют. А я стараюсь не рекламировать, зачем это нужно. Хотя, как бы, поводы были, может быть. А просто помочь своим друзьям, я им всегда помогаю, если они в фондовом рынке никакого отношения не имеют. Ну, я всегда говорю, если у них есть свободный СССР, скажем там, вот, хороший вариант, когда, ну, когда я уверен, и, причем, я говорю и сам про себя думаю, ну, если, если, ну, неправильно скажу, да, мне легче ему свои деньги отдать, да, если он там проиграет, чем, как бы, вот сказать, ну, я говорил, но вот так не получилось, да. Нет, просто есть такое мнение, что инвестиционные компании отсматривают счета клиентов и самых успешных потом выдергивают за шиворот и говорят, ну, давай поправляй нашими деньгами. Нет, на самом деле, не всегда так. Почему? Потому что, во-первых, по скальпированию, первое, тот, кто умеет скальпировать, он не будет на компанию скальпировать, потому что там нужны определенные деньги. Компании он неинтересный, согласны? Какой там потолок? Вот приезжали скальперы здесь, школа скальпинга, АЛАП. Я знаю, да. Они сказали, что там потолок полтора миллиона рублей, что ли? Нет, ну, потолок сейчас, я просто, дело в том, что на МВП я не торговал, ну, как бы, уже полгода, наверное, ну, может, поменьше. Поэтому я сейчас не знаю, но раньше было, раньше рынок очень хороший для скальпиров был, да, там можно было скальпировать, скажем, на Сбербанке с 60-ми тысячами лотов, сколько это, 6 миллионов, да, где-то. То есть неинтересно скальпировать банк? Ну, неинтересно, потому что, если кто умеет, он на себя работает, а кто не умеет, ему это, наверное, это интересно будет, да, поделиться своими деньгами, вот. А по опционам, скажем, да, вы можете посмотреть, там, допустим, ну, какой-то там менеджер может посмотреть мой счет по опционам, я уверяю вас, он не поймет. Вот, хотя, как бы, стратегия у меня не такая сложная, простая стратегия, да, но есть нюансы, когда, да, он может что-то, какую-то изюминку взять, да, что-то понять, но кирпича одного не будет, двух, трех, да, и здание развалится, у него не получится это. Все, спасибо большое за разговор, интересный. Пожалуйста, спасибо.